Министерство охраны здоровья Украины сообщили о том, что стоит ждать вторую волну эпидемии гриппа. В Одесской области ситуация более-менее стабилизировалась. Это программа «Вечер на седьмом». Студия работает для вас. Давайте начнем нашу программу с небольшого сюжета, и потом я представлю вам наших гостей. Эпидпорог снизился, но некоторые школы Одессы и области все еще остаются на карантине. Медики говорят, снижение идет за счет взрослого населения. Дети и подростки все еще находятся в зоне риска. Среди взрослых снизилась заболеваемость на 21%. В то же время, среди детей до 17 лет, вот такого снижения мы его не регистрируем. И по области у нас идет до 4% прирост заболеваемости. Мы идем среди детей с плюсом. А вот среди детей города Одессы у нас идет там до 17% прирост заболеваемости. Самые уязвимые пациенты – дети. Восьмилетнему Стасу пришлось научиться пить таблетки, чтобы выздороветь. Мальчик заболел пневмонией. Все началось с высокой температуры. Мы смотрели фильм, и я очень сильно нагрелся, мне стало плохо. Вот у меня было ощущение, как будто я нагреваюсь, как будто я рядом с печкой. Если бы мы не сделали рентген, вовремя не обнаружили, то было бы, наверное, горе. Потому что пневмония не прослушивалась, анализы крови были нормальные. То есть фактически никак ее нельзя было обнаружить. Вот только рентген уже показал, что там началось воспаление. Иногда распознать пневмонию, воспаление легких крайне сложно. Это заболевание – осложнение после гриппа. Если у вас держится высокая температура, обратитесь к доктору. Высокая температура, а грипп начинается всегда с очень высокой температуры. Грипп начинается всегда очень бурно. И с температуры 37,2 вряд ли это грипп. Потому что грипп дает высокую температуру. Ломота во всем теле, разбитость, головная боль, першение в горле, кашель сухой. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Не лечитесь, пожалуйста, по интернету. Спасибо. Валерий Валерий, заведующий диагностическим отделением номер 15 Одесской городской инфекционной больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, конечно, хочу поблагодарить вас, что вы в своем таком тяжелом на сегодняшний день графике нашли время и пришли к нам в студию для полезного дела. Спасибо большое. Очень рада. Хочу спросить у вас для начала. Скажите, пожалуйста, действительно статистика уменьшается? Идет на спад уровень заболеваемости по Одесской области? Да, действительно, отмечается снижение заболеваемости. Но это связано с тем, что вовремя были предприняты меры по разъединению детей, которые вступили в этот процесс заболеваемости. То есть до Нового года, когда массовые праздники, общение было на пике, это способствовало усилению эпидемии. Сейчас, благодаря тому, что во многих школах отмечались удлиненные каникулы, это способствовало разъединению людей, нахождению в большей части дома, перенесению этого заболевания в тех благоприятных условиях, о которых очень много говорит различных специалистов. В частности, нахождение дома, проветривание помещения, обильное питье, правильное питание. То, что, в принципе, очень важно для любого человека, заболевшего в вирусной инфекции, а тем более гриппозной. И, как правильно отметили, очень важно знать, что грипп, он активно проявляется в виде высокой температуры, ломотив в теле, головной боли. Все остальное подключается через какое-то время. И чем младше, например, ребенок, что касается педиатрической практики, тем нужно чаще мониторировать. То есть дети до года, это однозначно, никто не экспериментирует, не ищет никаких иммуностимуляторов и всего остального. Если, допустим, ребенок не привит, ну, если он привит с шести месяцев гриппозный инфект, от гриппа можно вакцины прививаться. Если же нет, то обращение к врачам, наблюдение, мониторинг, да, вовремя, это то, что будет защищать в первую очередь. Ну, как на сегодняшний момент так. Вы говорите больше по деткам, что касается детей, а вот по поводу взрослых. Потому что перед Новым годом практически все кольки были заняты. Говорили очень много об инфекционной больнице, о том, что действительно переполнены. Как дела в этой части? Да, действительно, было так. Сейчас немножко ситуация улучшилась. Дело в том, что за последние дни, ну, будем говорить о последней неделе, количество больных варьирует от двух до пяти человек в сутки. С гриппом госпитализируются в инфекционную больницу. Вообще, за последнюю неделю по области было обращений порядка 12 тысяч по поводу гриппа. То есть достаточно большое количество людей обращалось к специалистам. Это и поликлиническая служба, это и стационары, и другие врачи, имеются в виду семейные врачи, семейные амбулатории. Что следует сказать, что среди всех госпитализированных, их было 506 человек, ну, порядка 60 процентов, это 217, это все-таки дети из госпитализированных. То есть 277, извините, преобладают все-таки дети от нуля до 17 лет. Что следует сказать, что маленькие дети, они переносят грипп гораздо тяжелее, и, конечно же, тут нельзя заниматься самодиагностикой, самолечением. Это простуда обычная. Обратитесь к врачу. Врач поставит вам диагноз, врач назначит необходимые препараты. Если будет необходимость, даст направление на госпитализацию. Что следует сказать по поводу заболеваемости? Заболеваемость действительно уменьшилась, но вот буквально пару минут назад был прогноз погоды по вашему каналу, и сказали, что ожидается очередное похолодание. К концу этого месяца, в начале февраля, наверное, и весь февраль, по-украински это лютый, это месяц достаточно холодный, ожидается вторая волна гриппа. Ну, вторая волна, по статистике, она, как правило, менее выраженная, она не настолько агрессивна. А с чем это связано? Иммунитет вырабатывается? Вырабатывается иммунитет, это так называемый общий иммунитет населения. Ну, кроме того, большое количество людей просто переболевает. Значит, что следует сказать, что к респираторным вирусным инфекциям относятся порядка 90% всех инфекционных заболеваний. Ну, и одной из самых больших групп представляет собой именно грипп. Грипп не так страшен, как страшны его осложнения. Поэтому, конечно же, необходимо, если есть подозрения у родителей или у самих клиентов о том, что он заболел гриппом, обратиться к врачу. Врач посоветует необходимые препараты, врач посоветует необходимые медикаменты, противовирусные медикаменты, которые нужно принимать. И в этом плане они есть. У нас в инфекционной больнице на первый случай, имеется в виду, на первый день мы даем. Дальше просим, чтобы нам помогали родственники, помогали сами больные, потому что наше обеспечение пока что недостаточное. В том плане, что препаратов мы не имеем такого количества, которое нам необходимо для лечения этой группы больных. Ну, хоть в продаже эти лекарства есть? Продажи они имеются. Имеются противовирусные препараты, и тот же Томифлю, и та же Реленза, и другие. Мы не будем сейчас их озвучивать. Озвучивать, чтобы они ринулись сейчас в больнице, в поликлинике. Они дешевые, конечно же, но люди, которые приобрели их, они хоть чем-то... Все-таки по назначению врача необходимо это делать. Обязательно. И первый день, это понятно, первый день сбивать симптомы, но как это будет развиваться дальше? Дальше даже на примере нашего сюжета мы увидели, что, например, у Стаса, маленького, восьмилетнего, не смогли обнаружить, не прослушать, ни воспаление легких, никак, ни анализы не выдали. А оказалось, только на рентгене увидели, что у ребенка осложнения появились. Вирусные пневмонии, для них характерна атипичность. И то, что рассказывали в вашем сюжете, оно типично для атипичности. Это немножко тавтологично, но так оно и есть. Плохо прослушивается, динамика с высокой температурой. Ребенок даже не будет таким вялым и апатичным, да, что привлекает обычно родителей. Но при этом сам процесс идет, он может быть массивным, разлитым. И очень быстро приводит к резкой эстонизации, ухудшению состояния, которое может привести к достаточно тяжелым последствиям, не говоря уже о летальности, конечно. В этом году было несколько штаммов гриппа, и в МОЗе, в частности, их заявили три. Давайте посмотрим небольшой сюжет моей коллеги Екатерины Лапицкой. Она как раз и расскажет, какие последствия были в Украине после первой ВАЛДы заболеваемости эпидемии гриппа. Сейчас украинцам угрожает сразу три штамма вируса гриппа. H3N2, гонконгский птичий грипп H1N1, Калифорния, он же свиной, и вирус гриппа B, Брисбен. Симптомы птичьего гриппа больной ощущают через 1-2 дня после заражения. Это очень высокая температура, 39 градусов и выше. Озноб, интоксикация, тошнота, рвота, понос, боль в желудке, заложенность носа, сухой кашель и першение в горле. Свиной грипп проявляется очень быстро, в считанные часы после заражения. Температура резко поднимается до 40 градусов и выше. Появляется сильная боль в груди, светобоязнь и остро ощущается любой шум. Насморк или конъюнктивит возникают крайне редко. Симптомы гриппа типа B, Брисбен. Высокая температура, боль в мышцах, сильный насморк и расстройство пищеварения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность от гриппа достигает колоссальных цифр. Умирает порядка 40 тысяч человек. Сезон гриппа 2015-2016 унес жизни 370 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. В этом году с начала эпидемического сезона от гриппа умерли 18 человек. Это подтверждают лабораторные исследования. У 78,7% заболевших врачи диагностировали сезонный грипп А, H3. Отметим, против гриппа вакцинировали 104 394 человека. Если говорить о тех, кто находится в группах эпидемиологического и медицинского рисков, привито лишь 10,2% из 933 тысяч человек. Средства массовой информации вновь начали говорить о том, что расслабляться нельзя. Я попрошу вывести нашего режиссера на экран эту статью. Не расслабляться Украина ожидает вторая волна гриппа. В МОЗе подтверждают эту информацию о том, что вторая волна гриппа начнется с конца января до февраля или даже апреля. Скажите, пожалуйста, действительно ли такой продолжительный будет период? Говорят о трех штаммах. Стоит ли нам бояться этих трех штаммах? Потому что предыдущий, допустим, тот же калифорнийский грипп, он намного дает более серьезное осложнение, чем тот грипп, который мы видели в этом году. Дело в том, что по клинической картине сезонный грипп или грипп H3N2, он называет калифорнийский, может быть, пока что еще расшифровки точно нет. Вот, ну, это грипп H3N2, он протекает не так злокачественно, как протекали ранее в предыдущие годы грипп с H1N1. Птичей, который называется. Значит, дело в том, что сейчас, по данным вирусологической лаборатории, лабораторного центра, у нас не регистрируется H1N1, у нас регистрируется H3N2, и в одном проценте случаев регистрируется грипп типа B. Сезонный грипп или вот H3N2, он протекает не так злокачественно, как протекал H1N1. В предыдущие годы мы работали на эпидемии этого гриппа, видели осложнения, которые он дает, видели те пневмонии, которые давал этот грипп. Они, конечно, ни в каком количественном, их количество не сопоставимы. В прошлом году даже левитарно... По тяжести заболевания, да. Были летальные исходы, а в этом нет. По пневмониям тяжесть заболевания действительно... Сейчас тоже имеются тяжелые формы пневмонии гриппозных. У нас, правда, в реанимационном отделении таких больных особо не было. Они находились просто в отделении, но со снижением сатурации, со снижением усвоения кислорода такие пневмонии были. Ну, мы наблюдали этих больных среди военнослужащих, среди тех коллективов, которые, в общем-то, ну, вынуждены были... Передвигаться, наверное, по территории Украины. По территории Украины, да. Поэтому у нас достаточное количество в январе месяце было пациентов. Сейчас их количество значительно уменьшилось. Ну, и тяжесть состояния, в лучшем случае, это средняя тяжесть. Вы знаете, вот по собственным наблюдениям среди своих знакомых, да, среди детей, симптомы, которые замечала я, например, это температура до 39, действительно, и выше. Некоторые советуют не сбивать, если она 38,5, все-таки перетерпеть, переждать, чтобы организм сам выработал иммунитет и победил этот вирус. Но эта температура, если ее сбиваешь, то, в принципе, никаких больше других симптомов нет. То есть нет ни насморка, ни кашля. Да, они проявляются уже где-то через несколько дней после того, как сбивается температура. Это и есть, скажите мне, вирус. Потому что очень многие еще не могут различить, что такое ОРВИ, да, простуда обычная, когда человек простыл, что такое грипп. Иногда даже ангину не могут распознать толком. В сюжете главный врач инфекционной больницы достаточно четко сказала основные критерии, которые легко запоминаются для того, чтобы вы могли на этапе до врачебном, до обращения, вы должны были понимать, что вас ожидает. Это высокая температура до 40, но если она протекает от 38, 38,5 и, в принципе, допустимо переносится, то действительно ее не стоит сбивать. Она будет стимулировать внутренние силы, резервы, интерферон, которые будут бороться. Если же эта температура происходит с тяжелой интоксикацией, головными болями, мышечными болями, нарушением сознания, то тогда даже такую температуру стоит снижать. Что касается ломоты в теле, головной боли, боли в глазах, в суставах, оно присутствует в разной степени у каждого человека. Чем сложнее это происходит, и тем человеку выраженнее интоксикация, тем, значит, тяжелее у него протекает она. Для этого, соответственно, нужно обращаться к специалистам или на поликлиническом этапе, чтобы смотрел участковый врач или семейный врач. Дети – это педиатрия, поликлиническая часть службы. Если есть фульминатные, то есть очень скоростные формы заболевания, тогда нужно не сидеть, не ожидать народными средствами, не продуцировать продолжение этой больницы, обращаться к врачам скорой помощи. И непосредственно в отделении врачи выработают стратегию, как правильно подойти к этому, чтобы вовремя предупредить то, о чем мы смотрели в сюжете по поводу ребенка, у которого не прослушивалась пневмония. Это самое правильное. То, что касается, как в народе говорят, простудился, еще что-то. Здесь очень много, когда простуда – это переохлаждение, снижение иммунитета в силу стрессовых ситуаций, в силу каких-то нагрузочных процессов. То есть человек, допустим, перемерз, находился долгое время в условиях, которые снизили его иммунную систему. Это одно. Вирусные инфекции, они подразумевают под собой агента, который можно установить в вирусологических лабораториях. Это, конечно, удовольствие такое своеобразное, но что касается гриппа, есть смысл обращаться в вирусологические лаборатории, брать и на исследование анализы, для того, чтобы понимать даже для себя, с чем ты имеешь дело. Это экономится и время, и силы, и здоровье. И это рациональный, стратегически правильный подход к лечению таких эпидемических событий. И самосознание самого человека. Не лежать неделю, обкладываться капустными листами, а рассудить, что есть люди, это целая мощь наших врачей. И специалисты, которые готовы помочь все-таки избежать осложнений. Я хочу попросить вывести еще одну статью, в которой сказано, даже если вы уже переболели гриппом и ОРВИ этой зимой, то это вовсе не значит, что заболевание вам больше не грозит. Ведь по украинским регионам циркулирует множество различных штаммов. Ну, о штаммах мы уже, в принципе, поговорили, а о повторных заболеваниях. Скажите, пожалуйста, вот какие советы вы бы дали нашим телезрителям, чтобы все-таки как-то защитить свой организм, помочь ему справиться и не подхватить этот вирус гриппа? Дело в том, что респираторное вирусное заболевание вызывает порядка 200 видов вирусов. И из них там большое количество вирусов гриппа. Есть грипп А, есть грипп Б, С. И они еще подразделяются по АН1, АН1, АН3, Н2. Бесконечно можно, на самом деле, перечислить. Да, можно их перечислять очень много. Дело в том, что сам по себе вирус особенно... Он мутирует ведь? Он видоизменяется, да. Поэтому, конечно, если вы имеете такое счастье, то можно переболеть несколько раз в течение года и гриппом, и респираторными вирусными инфекциями. Но что нужно делать в этой ситуации? Ну, уже было сказано, что обязательно обращаться нужно к медикам. Это раз. Второе. Лечение гриппа, конечно же, это симптоматическое лечение. Нужно прежде всего избавиться от высокой температуры, которая превышает 38 градусов. Особенно у маленьких детей, потому что на фоне высокой температуры дети могут дать и судороги, и может наступить какие-то неврологические осложнения. От них сейчас не будем говорить, запугивать родителей. Но настороженность в этом плане должна быть. Тут же нужно вызвать педиатра, невзирая на погодные условия, они придут к вам. И если ребенку очень плохо, то вызвать скорую помощь и обратиться все-таки в... И по возможности все-таки не отказываться, наверное, да, от госпитализации, а отправляться в больницу. Сейчас дело в том, что зачастую папа и мама приходят в стационар и говорят, мы пришли прокапаться, вы меня извините, такого слова даже нет, сделать внутривенную инфузию. Но это не панацея. Дело в том, что при гриппе основной симптом, конечно же, это интоксикация. Нужно снимать интоксикацию, и вследствие того, что если ее снимут, то уменьшится и головная боль, уменьшится и ломота в теле, уменьшится и температура. Ребенку станет лучше. Но если вы его тут же заберете, то через пару часов это все может повториться. И опять пойдет все на круги своя. Поэтому нельзя к этому относиться безответственно. Спасибо вам большое. И еще буквально скажите, хорошо кушать, хорошо спать и гулять на свежем воздухе. Да, естественно, хорошо кушать, спать, положительные эмоции, проветриваемое помещение, сознательность родителей и хорошее настроение. И если вы в чем-то не уверены, найдите специалистов и поговорите с ними. Их достаточно в нашем городе для того, чтобы обратиться и получить квалифицированную помощь. Если есть респираторные какие-то проявления, оденьте маску. Спасибо огромное. Я напоминаю нас в гостях Светлана Кенарева, ассистент кафедры педиатрии номер 2, и Титаренко Валерий, заведующий диагностическим отделением номер 15 Одесской городской инфекционной больницы. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Это была программа «Вечер на седьмом». В студии работала для вас Татьяна Милинко. Всего доброго вам. Берегите себя и своих близких.